Особое мнение на 101FM Содержанием дорог Собирается, чтобы обсудить планы на будущее Багир Багирыч является вновь Членом этой группы Багир Багирыч, скажите Нет ли разочарования За вот это время проведенное В составе группы И что вами двигало Когда вы в новый состав заявились Насколько вы удовлетворены работой Двигал мой Сан Саныч Которому я Секретарь общественной палаты региональной Которому очень признателен за его позицию За то, что он такой вот есть Мягко говоря, местами независимый И при всем моем уважении Тогда где-то как-то там Когда человек придет, как и все мы Придет на суд Вышнего Обязательно замовлю за него словечко Потому что человек делает Ну дело О ближайшем будущем Ну я думаю, что все-таки Палате нужно отдохнуть от меня По ощущениям И мне, наверное, есть смысл Привести в порядок все, так сказать Прочие там дела Некие Жизнь Поэтому я пожелаю Мысль пришла после Вашего приглашения в эфир Вчерашнего Пожелаю всем Успехов И буду всячески помогать Как эксперт Но, судя по ощущениям Из вот этой группы О которой вы говорите Я на время Выйду Это как? Формально являясь участником А вы выйдете? И выйду, да Так подождите Вам, я так понимаю Нужно было писать заявление И на вхождение? Я написал его Потому что это был прошлый год Потому что это Ну нельзя было подвести Там достаточно много Единомышленников Первое Второе Я не знал формат Группы состав А потом он утверждался Туда, к сожалению, не вошли Такие яркие Достаточно Как бы интересные ребята Я не знаю причины Почему их туда Так сказать Не вошли Был Теймур в прошлом году Это парень, который работает на контроле весовом Не вошел Выдающийся Антон Долгих Без которого мне будет скучно Третий раз я голосую за его, так сказать, переход И не входит он Ну я имею в виду за приход конкретного человека Как юриста А не как диагноз Это факт Это важная вещь Надо, так сказать, отразить Вот И потом Теперь я узнал состав палаты И чур меня там действительно, так сказать Подождите, состав палаты Или состав региональной группы? Региональной группы Региональной группы Извините, да Он есть на сайте, я уточню Я написал заявление, я его не знал Теперь я его узнал Я предположил, что Да мне действительно нужно отдохнуть То есть подождите Это связано, во-первых То, что вы сказали Со своими делами личными Да, привести в порядок и так далее И второй фактор Это конкретные персонали Которые очутились в этой группе То есть причина того Оружающая среда Причина того, почему вы собираетесь Взять небольшую паузу Мне нужно понять Я так быстро Вероятно, не могу реагировать На какие-то вещи То есть я на интуиции Принял, не принял Если не принял То натягивать Ну как бы смысла нет Поэтому это же работа Безвозмездно даром Во всяком случае То, как это делал я И она требует усилий Ресурсов И человеческих И временных И финансовых Это машина Это бензин Это расходы Которые, так сказать Ты делаешь, когда Есть такая возможность И разумеется Никто не финансирует Никто, так сказать Мы видели однажды машину Общественная палата Которую Торжественно Игорь Владимирович Вручил И мы однажды Куда-то даже На ней съездили И все Все остальное Как-то по-другому Ну да Ну и потом Ну честно говоря Вот эта фраза Чур меня Она меня в последнее время Преследует Я бы хотел Как-то Иметь возможность И время Взвесить все Все за и против Поскольку Ну в настоящее время В эту группу Вошли представители Небезызвестного Сильмаша В том числе Там завода Первого мая Это вас напрягает? Все это связано С Чурином Александром Который Ну мягко говоря Конечно напрягает Человек Который Так сказать Должен тебе деньги Который Так сказать Обанкротил Городообразующее Предприятие Лоски ЛПХ Являющееся Руководителем Ну собственником То как он назывался Эта компания Да И оставил тебя С долгами Со словами Своя рубашка Ближе к телу Часто так сказать Управляет регионом Более того Назначает людей Насколько мне известно Амбудсмен Оттуда Сельмаша Глава налогоинспекции Оттуда же Вот сейчас Представитель группы В том числе Там есть у нас коллега Который Который Находясь На достаточно Восстоких постах В Этих структурах У ВД МВД Там по борьбе С коррупцией Вошел в эту группу Я Не представляю себе Так сказать Не настолько наивен Чтобы понимать Что это все Так сказать Естественные процессы Поэтому меня Немножко смущает Окружение Еще бы я Помолился искренне Абсолютно За крысого Влада Потому что За руководителя Импонирует всегда И он еще А был интересен Полезен И я Понимаю Что он Он достоин молитв Багир Багирович А если абстрагироваться От того Какой бэкграунд Там у этих людей И просто воспринимать Их как равных Равному Членов рабочей группы Которые Средоточены Они достаточно эффективны Они компетентны Ну просто забыть обо всем А сосредоточиться только на этом И работать И все Ну вот Видимо мы люди Не роботы Видимо что-то еще Так сказать Определяет Наше сознание И Если ты чувствуешь Так сказать Комфорт Я почему и говорю Что возможно придет то время Когда все встанет на свои места И спокойно можно двигаться Будет так Ну на сегодняшний день Ну вот Принял такое решение Будем его реализовывать Это пауза Это заявление На какое-то Обозримое время Будет вами написано Или пока вы не загадываете Несколько причин я назвал Пока не загадываю Вот мне хотелось бы дать возможность Кому-то проявить себя Потому что Не секрет Что там предыдущие годы Держались на нескольких человеках Хотя в группу входило 15 Ну да Несколько человек Два, три, четыре Виталя, Костя, я и так далее Шамиль Бузиков Ну я ответил Это на нем вообще держится Весь ВУЗ Я бы сказал Шепотом Ну говорят Шамиля тоже уговаривали Чтобы войти в этот состав Региональный Я не знаю Сколько это соответствует Действительности Слушайте И многое сделано И со стороны Мы спокойно можем Это все так сказать Отслеживать И я может быть Даже больше пользы Принесу в таком На качестве Есть понятие Вот это Вертушка Как бы Все приходит Все сменяет И эволюционные процессы Они как бы Для того И нужны Чтобы не бронзоветь И потом Надо расчехлять Уже какое-то Другое Орудие Более мощное Потому что Этот уровень Он уже Показывает Свою неэффективность Нас С Виталием Брамом Сбрили С Некого органа Городского В котором Мы Принимали усилия По Что за Суть Что за сфера деятельности Там была комиссия При городской Администрации По транспорту А цель у нее была Заниматься Транспортом И там же несколько раз То есть вопросами развития Некой стратегии Выработки новой транспортной И развития Да Да Именно Несколько раз поднимали Вопрос об этих Автобусах Чадящих Но Вы знаете Ее закрыли Как раз в день Когда проходил Урбан форум Никого не спросили Об этом В октябре прошлого года Да Никого не спросили То есть я Я являюсь членом Рабочей группы Которую взяли И закрыли Причем тогда Очень серьезно Вопрос решался По закупке Этих автобусов И мы Где только не озвучили Свое мнение Так сказать Что Это не совсем Адекватное Правильное решение Потому что Это колоссальная сумма денег Уходит не в нашу страну И Ну мягко говоря Те автобусы Работают Не на газу Как сказал Наш президент На дизеле Который можно Мягко говоря Президент На не премьер Слушайте Дмитрий Анатольевич По-моему Все-таки активнее Чем Владимир Владимирович Настаивает На газификации Вот они нас специально запутывают Или нет Не знаете Я на этом не заморачиваюсь Много других важных Мне кажется что голова может закружиться Если вот так Вводить Выводить промилле Вот и это делается Ну не просто так Ну да И если так Просто все происходит Если ФАС отказывает нам В нашем Заявлении Об укропнении Лотов На содержание Вот сейчас мы видим С вами содержание Ну кто В этом чуть позже поговорим Багир Давайте Не мешать Все в кучу Ну да Ну вот Как-то так Да Последний вопрос Перед тем как на паузу Уйти небольшую Минуту до нее Полторы остается Говоря Говоря Сказав вернее Расчехляя Более Серьезный ресурс Что касается региональной группы Вы что имеете ввиду Можете конкретику Развучить Конечно столица Так сказать Ну Космос Марсиане Галактическое правительство Вот будем стучать куда-то туда Потому что здесь Это все уже Это все уже Ну так жестко замыливается Что там не обращают внимания Получается Собака лает Караван идет Надо как-то Караван там Прямо в начале пути Какие-то стрелки поменять Не знаю Указать А есть ресурсы Шло на свет У общественников Или от кого Не знаю Это зависит Чтобы Ну конечно Не лающая собака Это все Как вот действительно Работающая Есть очень серьезные ресурсы Писание святое Прямо так и написано Вот веруйте Не будет сомнений Будет вера Все получится Вот скажешь Той горе сдвинься Она сдвинется Ну собственно Вот и все Как-то так Ну хорошо Давайте еще немножко Про сегодняшнее собрание Региональной группы поговорим После небольшой паузы Напоминаю Что мой собеседник Багир Шарифов Общественник Предприниматель Член региональной группы Общественного контроля За ремонтом и содержанием дорог Продолжим очень скоро Возвращаемся в студию Сегодня на собрание Приглашены представители Муниципального казенного учреждения Управления дорожной и парковой инфраструктуры Города Кирова Это новый орган В составе администрации Его создание было объявлено Вернее давно уже анонсировалось Вот это объединение Дирекции дорожного хозяйства И дирекции зеленого хозяйства Возглавил его экс-руководитель Как раз ДДХ Эльберт Валентинович Гутнов Какие вопросы у вас сегодня будут? К представителям Если они придут, конечно Этого управления Ну и как оценивать Само создание этой структуры С таким широким кругом вопросов И дороги, и озеленения И кладбищенское хозяйство Простите Ну Да, вот про кладбищенское, конечно Отдельная история Очень много об этом слышал Понимаю, что там нужно регулировать Эту сферу не менее Эти потоки Ну безусловно Судя по отрывкам информации Которые в СМИ появляются Ну там, мягко говоря Порядок надо наводить, конечно Очень, 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 такой, так сказать Доходный, мягко говоря, бизнес Ну иначе нельзя Причем бизнес вечный Вечно Доходный и вечный Это вечно можно смотреть как Ну вот на такие вещи Огонь и вода А здесь как люди Рождаются, так сказать Питаются и там и умирают И всегда на этом Очень неплохо зарабатывали Ну, я больше смотрю Не на форму, а содержание А если вы говорите уже О парковочных системах То на сегодня Вот яркая иллюстрация Ну, в частности, да, парковочная От того, как это происходит Вот она, так сказать Вы там идете пока сюда на работу Я там еду куда-нибудь И она очевидна То есть мало того, что Весь город в снегу, так сказать Один сплошной сугроб Ищет Там ребята стоят эти машины А им деваться ведь некуда Если не почистили Значит, не стоят возле сугроба То есть они сокращают Проезжие пространство В два-в три раза И в итоге нам передвигаться Там тяжело Вот я сегодня с утра Спросил, как вы сюда Там 23 мороз С горького воровского Пешочком Я позавидовал Потому что на самом деле Это не надо греть машину Единственное, что прохладно Немножко Но утеплится чуть-чуть Валеночки и вперед И это правильная мысль Еще одну мысль Недавно слышал Вот прям вчера буквально Возродить в живое Вот это движение То есть лошади Они как раз любят бездорожье Вот эти, так сказать, повозки Ну что смеешься Ну вот смотри Есть трассы Дороги непроходимые Есть там пешком походить Но пешком не везде ведь придешь А можно сесть Действительно на ту лошадку Там тройку И доехать По бездорожью Лошадка там идет Как раз самое то То есть вот Такое движение Ну да, у нас уже есть За лошадками имеют Обыкновение волки голодные гонятся Нет-нет, что вы И на самом деле Вот мне кажется Такой вид транспорта Да, это как велосипедисты Так сказать А здесь вот еще такой возник И вот эти маршруты Он был бы достаточно эффективен Вот, но сегодня Да, тройка лошадей Там, например По восьмому маршруту Да Ну, это же не по дороге По дороге они не в состоянии ездить Нет, можно не чистить Тогда можно вообще Под предлогом Вообще можно не чистить Вот, вот это БКД Сколько денег может сэкономить Представляете, да? Да А если еще, так сказать Автобусы сделать побольше И вот эти вот там Двадцатиместные И там не тройка А десятка лошадей Ну, собственно, все Все хорошо Омнибусы возродить Да Омнибусы Ну, запряженные, собственно Ну, я об этом Лошадьми такие Коллективные повозки Такие Я об этом И эти еще Так сказать Ну, шарики Воздушные Да И дирижабли Понятно И дирижабли Ладно, Багир, вы говорите Серьезно Ну, я понимаю, что мы сейчас Не шутим тоже Ну, парковочные Безвозоходности Про парковочные Вы бы спросили Говорят об этом уже не первый год И я об этом слышал От министра там Поршнева, да И о том, что Нужно создать там Муниципальную Либо частную структуру Но, к сожалению, пока Никто этого не создал Не создал предпосылок На сегодняшний день Никаких, так сказать Парковок Никаких, так сказать Эвакуаций Я не наблюдаю Честно говоря Такие Ну, исключения больше Но именно это И создает Основную проблему Потому что Если говорить о логистике О урбанфоруме То, собственно говоря Вот эти знаки Там четные, нечетные Плюс работа парковки Вы, как коллеги наши Из Ижевска говорили Эффективная Она решает массу проблем Ну, то есть По договору Муниципальные Предприятия города Киров Должно предоставить Муниципальному предприятию ГДМС Это вообще какая-то Профанация Место для проведения Работы для уборки Оно этого не делает Не представляет Соответственно Из ГДМС Спросить не может А потом В конце года Ну, вот как Это было в прошлом году Будут выставлять Великолепные оценки То есть Вот пятерочки Ну, в прошлом году Помните Мы все были Возмущены Состоянием города В новое После нового года А в итоге Оценка была положительная Отлично Вот именно так Отлично Там 4 с чем-то По Ну, там Чуть ли не 5 баллов А самый большой Ну, как бы Баллов был Соответственно 5 Хотя Если просмотреть Нормы По которым Определяют Качество Уборки Время То есть Есть стандарты В течение 3-х часов Нужно убрать Налить После того Как она образовалась Их никто не выдерживает И более того Самое интересное Вот смотрите Их никто не контролирует Если мы говорим Уширение Дорожной полосы Сейчас идет ее унижение По полметра По метру Сужение Ну, сужение Поскольку Ну, там Не убираются Эти сугробы Они вот От края обочины Там уже на метр Находятся Даже больше Местами Больше И это говорит о том Что площадь Которую убирает Транспорт Ну, подрядчик Она становится Значительно меньше Но В оплату Применяется Вот Та Которая Так сказать Штатно Забита В контракт Понимаете И Ну, дальше мы говорим О том Что вот Ну, эти деньги Собственно говоря Получают Ну, не проводя работы К тому же Еще и пешеходные переходы Вот эти, так сказать Ну, дорожки пешеходные И самое интересное Что Мы же подавали ФАС И говорили о том Что укрупнение лота происходит О том, что монополия Так сказать Заходит О том, что это неэффективно Губительно И как мы потом увидим Так сказать Ну, коррупция там Вызывает Злоупотребление Так вот ФАС нам, конечно же Отказал Но что мы видим на сегодня Что пришел тот же монополист К ДМС Это Автодор И мы видим У него десяток компаний На субподряде И мы видим экономику Этой компании Мы видим Что эти ребята Получают Более 10% От разницы То есть Цена На которую подписался К ДМС Предположим Там 5 рублей Та цена По которой она дал Субподрядчику дает 3 рубля 2 рубля он получил То есть более 10% Я не очень понимаю Как это вообще Колерируется С здравым смыслом Как эта монополия Так сказать Какую пользу Вообще она приносит Я ничего не понимаю Смотрите что выходит Состояние дорог Ужасное Отвратительное Катастрофическое При этом ГДМС На 200 лямов Покупает технику Я рад за него Ну да Хотел я вас об этом спросить Я рад за него Ну для меня Это явление Одного порядка Выиграли контракт На 20 месяцев 800 миллионов Ну вот Деньги видимо Появились для того Я далеко в мысли Обновить свой парк Что эффективно Можно управлять Вот сейчас Здесь С тем составом людей Которые есть Муниципальной собственностью Вспомните Аэропорт победил Вот что с ним происходит Да Мы туда валим бабло 100 миллионов В этом году Вроде как Мы собираемся туда Еще нам надо А в прошлом 100 Куда делись И так далее Вопрос контроля Вопрос эффективного управления Я не верю Что эффективно Можно управлять Муниципальным имуществом При том составе И теми методами Которые существуют Смотрите Мы не отслеживаем Финансовые потоки Точнее не в состоянии Так сказать Их объективно судить Поскольку у нас Нет элементов контроля Его не осуществляет Муниципалитет Вот то же самое Сейчас Более того Если они говорят Что они осуществляют Попробуй докажи Они ведь все что угодно Могут подстроить Да Ну мягко говоря Под Подвести Подвести Кого угодно Что угодно Но давайте сделаем Публичное Да Давайте видеорежим Давайте так сказать Отсчеты выставим В доступ Общественности Общественной палате Людям и так далее И тогда это будет Наиболее эффективно Давайте видеорегистраторы Повесим на технику Как это сделали Сейчас в Лжевске Будем показывать Человеку Чтобы он видел Если мы ничего Этого не делаем Элементы контроля Фиксацию не обеспечиваем Мы надеемся Что общественники Сделать это За свой счет сами А потом выплачиваем Сто процентов денег К тому Кто мягко говоря Приносит нам Я могу предположить Назад какую-то часть То я бы заявил О злоупотреблении Вот у меня нет Уверенности в том У меня нет доверия К этому процессу Я не могу лечить Потому что пока Потому что пока Да Но тем не менее У меня нет доверия К этому процессу Поскольку элемент контроля Выпадает Причем везде Там То же самое С дорожным строительством По прошлому году Дворами Это и есть причина То есть Это же колоссальные денежища Колоссальные Более того Вы имеете в виду Новости последних дней О том Что мы не освоили Большую часть денег На реализацию Программы формирования Комфортной городской среды Работы не приняты Да и там нужно возвращать Работы не приняты Тоже кто-то пострадал Ну как бы сейчас уже Плавно отходя от дорог Понимаем Что если ты берешь Кого-то на суп подряд И платишь ему копейки То ничего хорошего Ты не увидишь И если ты потом Аккумулируешь эти деньги Для того чтобы покупать Себе технику Обновлять То надо понимать Еще что структура управления Она достаточно громоздкая И кто знает вообще По сделкам По закупке техники По закупке комплектующих Какие откаты У нас в стране существуют Вот в коммерческих составляющих В коммерческих предприятиях Все понимают Что именно это и есть Доходная часть И все на закупах На продаже Формируют Именно эту Составляющую Откатную составляющую Коррупционную У меня нет доверия К этим процессам Я понимаю Что если на 200 миллионов Кто-то что-то закупает Или на миллиард То значит нужно Внимание Проявлять к этому процессу Поскольку там Очень много сомнений Сделайте его прозрачным Все будет хорошо Я рад за годом Кому будет хорошо Народу У меня просто сложилось Уже давно такое впечатление Что система настолько Вот она настолько Уже закостенела Что она иначе не может Не знаю Знаете Вчера Нужен какой-то глобальный Очень Маленькую Коллапс Маленькую интервьюшку Брали тоже На тему Высоких цен на бензин Об этом чуть позже поговорим Не переходите пока Ага Это тоже наша Боль Огромная Хорошо Это мойки Самые высокие Стоимость услуг Утилизация мусора Стоимость услуг ЖКХ У нас самые высокие ФПФО в России Практически везде И в конце Вот пришла только Одна мысль в голову Когда так сказать Причину следственную связь Искали Конечно НДС проговорили Конечно проговорили Так сказать Рост акциза 66% налогов Каждой капельки Этого бензина Да Но суть то в другом Можно умничать На бесконечности Но нужно обратить внимание На очень важную вещь На самом деле На страх Божий И любовь к ближнему Потому что Ну есть Боженька Ну есть он приходит Он приходит Когда ты не ждешь Когда ты уже расслабился Сидишь и думаешь Как все хорошо Идите Спросите у кого там У начальника ЭТП У Димы этого Так сказать Уехал Ты сейчас в Грузию Спросите А вы точно знаете Что он в Грузию уехал А вчера сказали Я не от себя На границе Вы там видели Дмитрия Георгиевича Никулина Никулина Ну это же был Практический олигарх Ну во всяком случае Депутат городской думы Вы смотрите как Вот человек высоко забирается Как потом он падает жестко Если он неправильно идет Ну посмотрите сейчас на быков Жалко смотреть Честное слово Все его пинают Вчера Володя тоже Так сказать На мероприятии Володя Володя Потом вспомни какой Ну ту же самую историю Скоро человек будет Так сказать Уже в местах Не столь удален Это зачем нужно Поэтому страх Божий Он должен быть у человека Если его нет Все Вот улетел Гордыня улетел Надо сегодня осматриваться И в этом смысле Тот человек Который заботится О своем благополучии О благополучии ближних Который ревностно относится К себе К своему внутреннему миру Все с ним будет хорошо Вот все нормально будет Вот поверьте Вот как ты Встал сегодня с утра Одел, так сказать Классные ботинки Тебе тепло И ты дошел сюда 20 минут У тебя сердце Разогрелось Не просто Оно у тебя, так сказать В тонусе Ты самый здоровый Ты только береги Свои органы Потому что Как только сейчас узнают Все, что ты такой спортсмен Сразу очередь выстроится Владимир Владимирович Собрался на третий срок Ладно Багир Шариф Общественный предприниматель Член рабочей Региональной группы Общественного контроля За ремонтом и содержанием дорог Пока еще Да Когда, кстати Вы сегодня Прямо на собрании Будете просить Просить Взять паузу И вообще На самом деле Большое спасибо За приглашение За этот кредит доверия Надеюсь его оправдать И именно здесь Буду всегда сливать Самые серьезные вещи Анонсы Которые будут происходить В моем сознании Хорошо Давайте сейчас Прерываемся на рекламу Про бензин Поговорим после нее Особое мнение На 101FM Продолжается наш разговор Багир Шариф Общественник Предприниматель Член региональной группы Общественного контроля За ремонтом и содержанием дорог Ну давайте Багир Багирич Про цены Про цены Добрый день На бензин поговорим Да никакой я не успешный Предприниматель Я просто сказал Предприниматель И никакой я не общественник Потому что Я не знаю что такое Это большая очень ответственность Я просто стараюсь сделать Но вот вы сейчас обращаетесь Делитесь с обществом Своими соображениями В этом смысле Вы точно общественник Давайте так Есть понятие совесть Это глаз Бога в человеке Просто у меня видимо Остался еще чуть-чуть Я вас понимаю Кстати да Редкое явление В последнее время Совестливость Вот эти медали И все прочее Я конечно не принимаю Про бензин конечно поговорим Я в отрасли уже более 20 лет В этой находясь Всегда удивляюсь Как только цены идут Так сказать Вверх Конечно же Ну на нефть например Да конечно же Цены на бензин На заправках тоже поднимаются Как только они начинают идти вниз То цены на заправках Тоже поднимаются Поднимаются Тоже поднимаются Мы уже много времени Это вот никакая не новость Просто как-то я Начали да Кировские СМИ писать Что в начале этого года В январе Что у нас Самый высокий Самый дорогой бензин В ПФО Мы уже давно В таком режиме живем Росстат отчитывается Еженедельно Мы на первых местах По стоимости дистоплива Мы только Перми Уступаем Много месяцев Но там несущественная разница Я пытаюсь Я не специалист безусловно Я пытаюсь найти Логическое какое-то Экономическое объяснение Это мы Я не знаю Мы какой-то регион Неудобно расположены И к нам дорого Везти это топливо Большие транспортные расходы Получаются А давайте обратимся Непосредственно К губернатору Кировской области В чем объективная Экономическая составляющая С тем, чтобы он выстроил отношения С компанией Лукойл И она В своей системе Ценообразования Кировскую область Сделала более оптимальной С точки зрения цены Понизила цену Это как так можно Волевым решением Можно взять и понизить Конечно Там существуют Мягко говоря Интересы Которыми обмениваются Представители власти И у них есть Такая право И возможность Повлиять на цены Как с компанией Газпром Так и Лукойл Да, это частное Предприятие Предприятие А да, так сказать Есть возможность Выделять или не выделять Места построительства Заправочных станций У него есть такой рычаг Если он это сделает Ну, плюс ему Зачет будет в карму Такую возможность По вашему мнению Руководитель региона Имеет такую Возможность сказать Я работал в этой компании Лукойл Порядка 5 лет И конечно же Я представляю себе Как определяется Там уровень цены Как выстраивается Политика ценовая Где есть или нет Конкуренция У него есть рычаги Просто им надо работать Кто-то же у нас занимается Там есть министр топлива и энергетики Значит он должен Обратить на это внимание Ну должен быть, наверное Нету Так, смотрите Давайте Это элементы управления Первое У тебя есть там Руководитель Который может Средиться и поговорить Второе Ты можешь создавать конкуренцию Зашел Газпром Сюда в Киров И можно предоставлять Места для размещения Там хранили Строительства заправок И так далее То есть как бы Для развития инфраструктуры Помогать им развивать Чтобы создавать здесь конкуренцию И третье Ну антимонопольная служба Она может Ну свои рычаги применять Да Мониторить Да Дальше Есть компания BP Славнефть Очень много компаний Которые можно сюда пригласить Наш рынок Он имеет свою емкость То есть в этом направлении Просто надо работать А почему не работают Почему Я вам скажу очень важную вещь Вы пожалуйста ее услышите Сейчас можно получать Деньги бабло За то что ты работаешь И за то что ты не работаешь Я предпочитаю все таки работать Я лично А вот можно чего то не сделать И именно за это Так сказать Стабильно получать плату Вот поверьте мне Вот на этом очень многое построилось Вот например Не осуществляй контроль Тебе будут деньги всегда За то что ты его не осуществляешь За то что ты закрываешь глаза Ну конечно Вот хорони кого то там Или не хорони Это же важная штука Там история Поэтому здесь такая же вещь Я не знаю чем они руководствуются Но там Те же самые Клише управления Говорят о том Что есть инструменты Механизмы Которые можно развивать Более того Мы говорили о газе Да ведь у нас есть программа 20-20 Там 25 Там Медведев Там ее подписал Там Газпром Куда-то продвигает И там сказано О развитии строительства Там нескольких 20 по-моему Заправок До 25-го года В Кировской области В Кировской области Не смогут Потому что их подсадили На эти там машины И действительно там Садики Не садики Разорвали Места их Дислокации Они как бы Не в состоянии Там Ну сесть И не заправляться Вообще Тем более 20 градусов мороз Там и девочки Те же Самые Когда-нибудь Это будет возможно Но можно Такой проект Вожживой Воткнуть сюда Взять и сказать Ребят Но вот теперь Мы будем Междунаселенными пунктами Еще тройки гонять Вот на лошадях Это даже самобытно Это даже привлечет Иностранных туристов Почему нет-то Почему Это тоже один из элементов Просто Как говорит Юрий Львович Лемензон Долгосрочный Краткосрочный Среднесрочный Планирование Да Вот необходимое И необходимо Стратегическое планирование Тактические элементы Которые вырабатывают Все-таки хочу Чтобы четко Вы ответили Почему Самый дорогой Бензин у нас Отвечаю вам Четко В России Добыча нет Примерно обходится В 2 доллара Раз Второе 66% Налогов в цене А 1 литра бензина Баррели имеем ввиду Да С 2 доллара Себестоимость Баррели наверное Все-таки Баррели Да пусть будет баррели Так 60 с лишним процентов Это акции Да Но нет Это налоговая база В принципе Каждая капля проданного Бензина То есть Более половины Стоимости литра топлива Это налоги Акцизы Да То есть Сам бы по себе Он стоил Не то что на то что копейки Но намного ниже Так Почему в самой дорогой Отсутствие конкуренции Да Первое Отсутствие конкуренции Второе Отсутствие у руководства Области и города Политической воли Для Диалога На тему Оптимизации стоимости Продукта То есть Это Собственно Тот же бизнес Тот же Я не знаю Олег Перов Та же компания Лукой Та же компания Газпром Такие же абсолютно Элементы Деловой структуры Как и все прочие С ними можно выходить На диалог И обсуждать тему Я честно говоря В последний раз Об этом говорил Всем им Ну как так-то Я тут недавно читал Интервью Павла Баженова Это российский топливный союз Фомэрма Да Он в очередной раз Говорил о том Что тут кардинально Нужно решение Принимать в отношении Нефтяников Запретить им Торговать за рубеж Ну или определенные Коды Квоты ввести Чтобы в первую очередь Наполнять и хорошо Наполнять внутренний рынок Ну это же очевидно Скажите Это такой популизм Все-таки Это популизм Ручки такие есть И можно использовать Конечно Об этом неоднократно Слышал на протяжении Последних лет Ну заградительные Таможенные пошлины Есть там понятие Спотовая продажа Когда ограничивается объем Есть понятие Акцизы Те же на продажу Нефти и нефтепродуктов Ими можно регулировать Высокий акциз Если там нефтяник Сидит и смотрит Куда ему выгоднее Продать Либо за рубеж И получить Доходную часть Это дороже Чем эквивалентно Внутренний рынок Так он все будет Туда и уводить Поэтому Путин Регулирует Ручным управлением Иногда там Ставить заградительные Пошлины Чтобы как ему казалось Продукт попал В страну нашу В Россию Но очень редко Это работает Потому что Это не системные шаги Человек который Занимается этим Он занимается не для того Чтобы получить Конечный результат А управляющий Просто находится в неведении Вот и все Есть маленькие Такие интересные нюансы Вот мы сейчас Пишем Ну как бы Поручение даю компании Управляющему Провести Переговоры С нашим БХЗ С Пантелеевым Первый раз Потому что В этом году Акцизы Только не говорите Что это будет Экологически чистая топлива Какого-нибудь Ну есть такие планы Есть такие планы Вся Европа работает Разработки-то давно Ведь уже такие есть у нас Понимаете Проблема в чем Акциз Вот тот технический спирт Который он производит Биотанол Так называемый Он облагался Полным налогом На спирт На обычный спирт Ну понятно Алкогольный в общем Акциз Что делает золотым Собственно Конечно Поэтому его использовать Было себе дороже Сейчас Изменили законодательную базу И я думаю Что это его Так сказать Потоги И он становится Ну менее дорогим То есть Его стоимость за литр Там дешевле Чем дизельного топлива И бензина В Европе Есть так сказать Практика Которая Предполагает Смешивание Биотанола С бензином И дизелем В пропорции Не более 20-30% Что делает его Более экологически Экологичным То есть Выхлоп Выхлоп Значительно становится И удешевляет Наверное Удешевляет его стоимость Эту смесь Второе И третье 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 На что-то есть третье Ну по-моему Существенные моменты Мы отобразили сейчас Да Более экологично Более дешевое С технической Возможно Сторонной точки зрения На двигатели Машины Менее влияет Разрушительно Нет? Да слушайте У меня Затмение какое-то Ну как на газу Да Да есть какой-то еще третий Я вам вспомню и расскажу Ресурс двигателя увеличивает Ну да То есть С правой точки зрения Весь документ Оборот откатан В Европе В Америке Здесь у нас Насколько я понимаю Прецедентов нет Но это все делается Там готовятся документы То сказать И Лицензируются И т.д. и т.п. Если получить Такой образец То можно потом Спокойно его работать Вопрос объема Производства Вопрос Так сказать Где и как Но для уж своей Такой области Можно попробовать Вот у меня Родилась такая мысль Я ее уже третий год Пятый год прокачиваю Но сейчас уже Законодатель Так сказать Дает такую возможность Сейчас приедет парень Пообщаемся на эту тему И вполне возможно Он же уже это делает Я же вижу Мне это нравится Машина ездит по городу Такая био Био там Тра-та-та Калина по-моему Круто же И вот заезжаешь На заправку Такую И раз Во-первых Ты заплатил И получил Более качественный продукт У тебя мощность не выпала И Это стало дешевле Ты уже как минимум Мать свою природу Сохранил Хоть чуть-чуть Это здорово Может такой способ Ну то есть Я говорю о том Что это все является Элементами Управления Этим надо заниматься Если есть такая цель А сейчас очень короткие У людей цели Пришел на свое место Ты же купил его За деньги Тебе нужно его Просто тупо отбить Правильно Как вот кресло Там в городской Или областной думе Ты же его покупаешь Багир Багирович Пару минут Нет даже буквально Одна минута В продолжении тем Цен на бензин Скажите Вот у нас Развитие событий В стране По французскому сценарию Вот это восстание Жилетов Или как-то его там называют Оно вообще возможно Невозможно Нас сподвигают К этому Всячески Тарифами Стоимостью ЖКХ Бензина и так далее Они этого хотят Разделяя прав Именно поэтому Мы Не дадим им порадоваться Именно поэтому Мы Сами перевоспитаем Своих Дармоедов Как я говорю Сыну Своему Паразитов И так далее А отселим Их На хрен На Соловки Которые Под вопросом Сиди и думай Кто ты вообще Японец Или россиянин По итогам переговоров И волнуйся И это правильное Кажется решение Я за то Чтобы брать Нерадивых людей И конечно Сохранять им жизнь Давать им возможность Так сказать Ну Да вот Там Обустроить свой быт Там где-то на Соловках И Вложить Или в другом Вложить В красивом месте Ну или в другом Нужен национальный проект Один из Тех о которых Сейчас говорит президент Вот я сейчас Прямо обращаюсь к нему Есть хороший национальный проект Который Так сказать Уже откатан Сталиным Пожалуйста Причем мы сейчас Конечно же Будем заботиться Об этих людях У нас сейчас Презумпция невиновности У нас сейчас Гуманное общество Но тем не менее Ребята уже достали Вот они уже Напрашиваются Хотят Куда-нибудь На ПМЖ Туда Туда Где можно принести Пользу обществу Вот давайте Из гуманных целей Туда их соберем Отправим И пусть они развивают Сингапур ведь тоже На ровном месте Произошел Ну мы же не Китай Ну мы же не звери Последний вопрос Про бензин 20 секунд Доверят ли Прогнозам правительства О том что Рост цен на бензин У нас в этом году Не выйдет За пределы инфляции А какой будет инфляция 4-4,5 А есть ложь Гнусная ложь А есть статистика Вы наверное Руководствуетесь Статистикой Да Я руководствую тем Что я прочитал Ну тогда давайте Предполагать Что как обычно Все мягко говоря Счастлива И создатель Ну как я говорю Сыну своему Админ Он будет о вас Заботиться Ну вот поверьте А все остальное Будет конечно Достаточно жестко И бензин Будет расти К сожалению Вот я 20 лет Это повторяю И в этом году Будет расти К сожалению Но мы постараемся У нас есть тут предпосылки Биотоплива Ну спасибо Что это напомни Петролиум Спасибо Что есть альтернатива Давайте добра Всем терпения Смирения Багир Шарифов Особое мнение завершено До свидания Храни Бог Особое мнение На 101FM